Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елена Иванова. На днях миру была представлена технология компании Displex, позволяющая добавить поддержку мультитач практически любой непроводящей ток поверхности. Основывается работа новинки на сети нанопроводов в тонкой прозрачной полимерной пленке, способных считывать электрические возмущения от прикосновений. Более того, технологии от Displex позволяют фиксировать даже дуновение воздуха. В пресс-релизе упоминается возможность создания пленок от 18 см до 3 м в диагонали. Толщина пленки указана как тоньше бумажного листа. При этом встроенный контроллер может определять до 16 одновременных касаний. Распространение новой технологии начнется в июле текущего года, а цены, по уверению производителя, будут очень конкурентоспособными. Компания Planon Systems Solutions представила свою новую разработку – миниатюрный карманный принтер Printstick. Он уже считается наименьшим мобильным принтером в мире, весом 700 граммов и размерами, которые позволяют легко хранить его в кармане. Использовать это печатающее устройство можно практически везде. Быть портативным этому малышу помогает литиево-полимерный аккумулятор, а еще отделение для хранения 20 листов бумаги, что действительно впечатляет, принстик не нуждается в картриджах, так как использует для печати особую термическую технологию. Так что заправка такого принтера никогда не будет для его владельца головной болью. Конечно, если для вас принципиальная скорость или высокое качество печати – это не ваш выбор. Но если вам просто нужен принтер, который всегда под рукой и которым можно воспользоваться в пути, обратите внимание на этот девайс. Стоит устройство 300 долларов. О других новинках далее. Гигантский дисплей на базе органических светодиодов представила компания Mitsubishi. Диагональ телевизионной OLED-панели 149 дюймов, а размеры новинки 1,92 м на 3,26 м. Разрешение экрана новинки составляет 1088 на 640 пикселей при шаге пикселя в 3 мм, что обеспечивает высокую четкость воспроизведения даже при взгляде с близкого расстояния. А по яркости изображения OLED-панель в значительной мере превышает среднестатистический LCD-телевизор. Кто бы мог подумать, что уже устаревший морально смартфон Nokia N95 все еще способен проделывать настолько удивительные трюки. В тандеме с набором LEGO Mindstorm смартфон стал вычислительной частью системы ее мозгом, а комплект от LEGO принял на себя функцию рук. Основной целью данного эксперимента стало доказательство того, что процессор ARM, используемый в Nokia N95, сможет собрать кубик Рубика, причем не традиционную его модификацию, а так называемый мастер-куб, каждая секция которого состоит не из трех, а из четырех элементов. Сначала оператор помещает игрушку в конструкцию LEGO, а над кубиком располагается смартфон. N95 при помощи камеры оценивает текущую ситуацию, затем вырабатывает стратегию сборки, приступает к процессу и блестяще справляется с задачей.